То, что паспорт может быть героем литературного произведения, доказал в свое время Владимир Маяковский. На выставке, открывшейся в Петербурге, этот привычный документ стал еще и объектом современного искусства. Рядом с фантазиями художника, зритель может увидеть, как менялось удостоверение личности. Первые документы такого рода, прокормленные письма, возникли еще при Петре. Самый старый экспонат из представленных на выставке «Вид на жительство» выдан в 1838 году саксонскому подданному Йогану Реру. Позже появились паспорта, где фотографию заменяло описание внешнего вида. Жить в столице без регистрации разрешалось не больше трех дней. Если приезжий не мог или не хотел этого делать, его ввели в специальное присутствие по делам нищих, а затем по этапу отправляли домой. Паспорт – это как бы часть именно российской цивилизации. Прежде всего, советская, начиная с 30-х годов. Это как бы некое такое клеймо, да, такая, идентификационный номер. Как будто на товаре в магазине ставится такая штука, и через нее проходишь через, ну, об кассу театру. Так вот и советский человек, ну, и российский в некотором смысле, он без этого не мог. Это как бы, ну, как желудок, пятка, нос, да, это какая-то такая специальная часть тела. Обладатель одного из первых в северной столице паспортов нового образца Виктора Кондратьева на выставку привел профессиональный интерес. Сотрудник паспортной службы он сделал немало для того, чтобы в наших паспортах появился графа личный код. Набор цифр, хранящий подробную информацию о гражданине, избавляющий от необходимости получения множества дополнительных справок. Все согласились, все абсолютно, и, в общем, всякие руководящие, заинтересованные, я не буду их перечислять организациями. Но дело все в том, что до сих пор не введен. Чем это объяснить, я не знаю. Нынешняя паспортная реформа – десятая в истории России. По мнению профессионала, новый документ соответствует всем международным требованиям, за исключением отсутствующего пока личного кода.